Контрол 1 Линкольн Э-94 На чистоте Оступил на смену День добрый, Олега Привет, Вирджил А у тебя как, Вирджил? Тоже неплохо, жду экзамен Убери себе А вы? Я уже давно все закончил А вы готовы к моему экзамену? Не знаю, хорошо это или плохо, но... Как это, это прелестно Если я пройду экзамен То я стану уже Одноценным коллегой О, привет Привет, Вирджил Как делишки? Готов к экзамену, а? А у тебя как смена проходит? Отлично Вот была в адаме С офисером Хендерсоном Вот так, трогала его лысину Понравилось его лысый? Да Гоняла лысого его? Нет, 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 нет Не то, что ты подумала, Вирджил Трогала же его Лысого Вообще его не трогала, на самом деле Я пошутила Классная пилочка Нравится? Ага Заусенцы убрал Вирджил, ты такой аккуратный Что? Что Харрисон может в душик стресс кинуть? А? Да не, я сейчас пока Иди сюда Иди сюда Давай плечики разомну Ого, опять не туда Как это не туда? Все в лунку? Что это у тебя тут? Ого, ну-ка, ну-ка Не надо, не надо Так, я пока карточками займусь лучше Давай Привет, где у вас можно отпечатки здесь снять? Эээ, отпечатки? Пойдемте Да Ну что? Харрисон, как там твои карточки? Как тебе? Посильнее помять? Хорошо А? Господи Да 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 А ладно Что это? Контрол 1 на дом 21, код 5 по вызову о проституции Далее код 3 по вызову о стрельбе около визл Ньюс Потребуется 1070 Эээ, вон такси Мэм, стойте сэр, останьтесь на месте Сэр Ээ, кто здесь стрелял, вы слышали? Так, ну выйдите из машины все, пожалуйста Из машины Сэр Эээ, что здесь случилось, кто стрелял? Я вызвала такси и вообще приехала А вон там человек фотографировал на мотоцикле, о, на велосипеде И скрывается Сэр, че вы где? Эээ, сэр, в вызове было сказано, что это было такси, вон там вижу транспортное средство, вот тоже такси Много там людей сидит, один в маске был Убрал Эээ, я вижу, да, я запросил Эээ, контрол один адам двадцать один Эээ, есть кто-то из юнитов на стрельбе по визл ньюс? Убрал Найс хлп, блять направление вы ранены в порядке в порядке у нас двое задержанных такси без колес двигается в северном направлении когда этих отпускаем да нет никого не отпускаем вернитесь к патрульному автомобилю сейчас же один на хайвэй поднимался один задержан а кто поднимался на хайвэй один подозреваем надежда поднялся на хайвэй оба 10.5 тогда на хайвэй задержаны мне кажется у меня роды начинаются еще они вроде как бегал на восток помогите станьте капотом быстрее мне кажется я сейчас рожу блядь ну что это здравствуйте твое раненых огнестрельное ранение первой помощью не было оказано девушки у нее возможно еще один у нас на мосту уроди шпакля просто я все принял принял хорошо все сколько и было я кстати сегодня по погоню координировал я сегодня на тебя жалоба поступить в скором времени пиздец пока я не узнаю что-то будет сержант терна очень хочется поговорить оон контрол один lincoln 94 1 линк sit 80 объединяемся п Один на дом 80. Далее переходим на городскую. А какая жалоба? От гражданского? 15-й частоте, здесь 23-м, сэр, здесь 2-ля. В этом и проблема. От офицера? Завтра все узнаем. Хотя бы скажите, готовится к лучшему. Вазелин знаешь, для чего используется? Для спорки в задницу, сэр. Ну вот, закупите. За то, что я вчера на встречку выехал? Пиццом шугает. Да хуй знает. Он бы не говорил просто так про жалобу. Интересно, что за жалоба просто? Что я мог сделать? Я вроде все делал заебись. Или может за эту тему с информатором? Ну, сэр, что-то я нервничаю. Часа-перевод под названием, я уверен на себе, долбоек. Который знает, что он все знает, якобы. И за это допускает ошибки. Добро пожаловать дать реальную жизнь. Поэтому упорка в задницу тебе необходима, чтобы ты впустился обратно на землю. Айон, на земле, на земле. Что-то потому, что мне показали с бандикамеры, нихуя там на земле, где-то в космосе летаешь. А что случилось-то? Я что-то вообще не понимаю, о чем речь даже, блядь. Там что-то супер серьезное? Ну, с тебя спросу будет сильно, короче, завтра все узнаешь. А так, на будущее, если что-то было бы серьезное, ты бы уже был бы отстранен. Так, кажется, я понял, сэр. Давайте проиграем в дедукцию. Смотри, проиграешь очень быстро. Смотрите, вы сказали, что с меня спрос не особо будет большой, верно? Слушай, ты стажер. Уже проиграл, поздравляю. Смотрите, это за ситуацию на ветряках? Слушай, завтра все узнаешь. Кажется, я победил. Честно, я не знаю, где она. Я наведусь, не смотрел, где... Контроль всего, а не идёт стрима, это клип-стовар. Кто? Ой. Кого-то клитор, я не знаю, это вообще ужас какой-то. Ну что, лейтенант? Здравствуйте, Виржил. На зелёный? Давайте, последний заезд. Сзади, сзади, спорткар, сзади. А вот и он, кстати, а вот и наш. Ну что ж ты делаешь? Давай, кабочине. Всё, мы не догоним. Давай, кабочине. Зачем? Давай. Вы же сами предложили. Давай, всё, не оценили силы. Кабочине. Либо вот эти злые дяди... Друзья, сэр, 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 сэр. Кабочине. Либо этот злой дядя хайвэйщик вас догонит. Если вы... Они сами сказали, давай. А, давай. Что куда попало? Давай, на третий гудок стартуем. Давай. Давай, раз, два, три. Да, блядь, она вообще не едет. Виктория лучше ехала. Всё, приехал. Давай. Ты приехал, маленький. Всё. Нет, я не приехал. Держу вас в погоне или что там? Здесь сейчас закончилось в погоне. Помощь не требуется. Всё, давай, выходи. О, это же Нолан. Офицер Нолан. Привет, привет. День добрый. Давно не виделись. Всё в порядке? Сейчас отъеду по делам. А мне говорили мне сегодня, пизды давать будут. Да. У меня какая-то жалоба. Да, всё проверим. Там что-то серьёзное? Очень. Меня уволят. Поэтому постарайся... Оправдаться. Да. А можно офицер мой дипломат оттуда взять, там моя курочка Дэйзи? Сэр, вы всё не можете угомониться своей курицей? Ну, она там... Мне жалко. Она сейчас без меня. Там она нервничает. Ну, в любом случае, не положено ему туда курочку отдавать. Вот, давайте я с ней похожу пока. Ну, давайте. Давайте, чтобы не убежала, смотрите. Ты уверен, что перед экзаменом стоит выгуливать петушару в депе? Знакомьтесь, Нолан. Сейчас селфи ебанём. Необходимо человека из камеры выпустить и проводить урву наружу. 10-4, всё займось, спасибо. Сука. Сыр, блядь. Догадываешься, почему ты здесь? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Хорошо. Начнём с самой первой ситуации. А у тебя их уже теперь три. Первая ситуация, это твоё интересное общение с гражданством, которое не сопротивлялось и так далее. На кой чёрт ты его, извини, за выражение, сукой называл? Э, какой? Он сопротивлялся, он требовал это. Так, какой? Ну, рапорт мне поставили вчера и сняли, ну, именно бодикамеру, которую предоставил офицер свой запись технической отделки. Что, блядь? Мне вчера это всё предоставили. Ситуация какая-то, видимо, у вас после погони в районе Палета Бэй, где ты, да, приказывал предель 66 человеку выйти из машины. Не знаю, на кой чёрт уместно ли было в той ситуации. На мой взгляд, неуместно. По коллегам моим тоже, они так считают, неуместно было человека называть сукой. Я вот не понимаю, к чему это было. Может, ты мне объяснишь, какой чёрт ты его так назвал? Оно требовало вообще? Он не хотел сдаваться? Он пытался как-то, не знаю, выёбывался изменить за выражение на вас или ещё что-то? Он не шёл на контакт, чтобы его так вот оскорблять? Я понял. Сэр, в той ситуации слово сука было не обращение, а междометие. И ты считаешь, что это уместно было? Ну, в том смысле, что я его оскорблял? Нет, но я не имел смысла его оскорбить. Я в первую очередь офицер полиции. Эмоции надо в некоторых ситуациях держать. Понятное дело, нет, я не исключаю такой момент, что иногда мы тоже все скивернословим. Бежим, например, в пешепогоне из-за человека, да, там, кричим ему тоже вслед, всякую нецензурную брань. Это моменты адреналина конкретно такого. Но я не хочу, чтобы офицеры моей станции вот так себя вели. То есть этот момент, да, мы с тобой вот сейчас поняли, да. За него ты ничего не получишь, просто, да, мы с тобой пообщались, друг друга услышали. Понял. А теперь мне больше интересно следующий момент. То, как ты попытался очень интересно выставить посмешущее. Про фотографию он стал лайфем. Так, а... это оскорбление офицера Нолана. Офицера Нолана? Какого? Какого из сотни тысяч? Подскажите, пожалуйста. С чего вы взяли, что я офицера Нолана хотел оскорбить? Ну, я так подумал, увидев этот публичный доступ. Ну, я вам говорю, что это не так. Мерчил. Чтобы ты понимал, вся станция так же сразу подумала. Он мой напарник, мой инструктор, он меня всему научил. Это личное тело каждого, кто про кого подумал. Он сам мне подошел, сказал, типа, сержант, я что-то, видимо, не понимаю, но какого черта? Это цитирую тебе его слова. Почему мой стажер вот такую херню присылает на общий сеть? Он сам говорит, типа, мне кажется, что это... Он меня оскорбит. Ну, типа, сержант, просто пообщайтесь с ним, разберитесь с этим моментом. Ну, я вам сказал свою версию. Я сказал, что он оскорбился. Он лично, вот твой непосредственный инструктор, оскорбился, и меня, как начальника ФТО, попросил отстранить его от твоего обучения, предоставить ему другого стажера. Он бы... Да, ради бога, я с Ноланом уже неделю не ездил. Смотри, ты когда работаешь на какой-либо ситуации, ты, ввиду своего опыта, можешь предугадывать, какие действия может совершить преступник. Начинал ты за собой это замечать? Естественно. И ты знаешь, какую стадию силы применять в тот или иной момент. Есть. на столах это то же самое. Когда ты выкладываешь какую-то фотографию, ты можешь предугадать, какую реакцию это вызовет общественность. Тебе будет либо выписан выговор письменный без занесения личного дела, либо письменный с занесением. Это будет решать лейтенант. С лейтенантом я уже предварительно это обговорил. Он сказал выслушать тебя полностью и на основании со старшими офицерами, но также твоя стажировка продлена на еще одну неделю. Понял. Лех, запускай warzone. Сейчас, пойдем. Мне почему-то кажется, ты считаешь, что я здесь не прав и так далее, но почему-то все... Сэр, я бы хотел стать значок и табельное. Ты хочешь уволиться. Абсолютно верно. Нахуй надо, блядь. Нахуй надо, просто. Аж, кто там за третья ситуация? Ну, это касательно всего инсталайфа было. А, понял. Первый пост и потом второй пост. Да, делать мне нехуй, ну, это просто душка на неделю, я полностью готов к экзамену. Я с вами поговорил, сдавил все свое вооружение обратно в арсенал. А, я на склад сдам. Две недели и башил, просто. Две недели и башил, типы мне за курицу продлевают экзамен на неделю. Чуть с охуйня. Приятно было с вами служить, господа. Что такое, Вирджил? Ничего, я увольняюсь. Почему? По собственному желанию. Почему? Ну, потому что мне из-за фотографии с курочкой на неделю стажировку продолжили. Я-то такое терпеть не собираюсь. А, ну, блин, блин, да. Рассказывайся, шоу. О, сэр, это просто ужас. Я проходил, значит, стажировку, уже, блядь, третью неделю, наверное. У меня отличные отчеты были. Вы, блядь. О, я думал, вы мне в лицо хотите харкнуть. Да нет, пока что, не за что. А мы так далее, все говорили, что я готов сдать экзамен, и тут я выложил фото с курочкой. А вы ее убили, или что? Нет, просто сфотографировался и назвал ее Нолан. Ну, прелестное же имя. А мне сказали, что я оскорбил офицера своего. Говорил, у нас станция идеальная, репутация. А, блядь, хуйня, они видали у шпаны, блядь, там, знаете, сколько проблем. Вот и я о чем. И меня, меня, меня продлили сфотажировку на неделю из этой фотографии. Какое имя нет, не понял. Сэр, вы в порядке? Ты коня двигал? Нет. Блядь. Так, секундочку. Ну, тогда я поехал. Дам, счастливо, аре-уар, сих-забабан и дебен-си-н-дзибан. Си-бен-дзибан, ай-лю-лю. Си-бен-си-н-дзибан.